Расскажи, что это будет? Значит, эта работа, она, в некотором смысле, такой промежуточный итог моей исполнительской деятельности в современной музыке. И на что вы исполняете? На спитке. Удруг нашел ансамбль, председатель Ленинградского Упола. Когда я, собственно, начал заниматься проблемами современного исполнительства и стал активно исполнять произведения, то, конечно, я обнаружил, что на русском языке ничего не написано. Правильно, я не знаю, может быть, за то время, пока я собирался написать эту работу, может быть, что-нибудь написали в Москве, но, честно говоря, я не в курсе. В Петербурге совершенно точно ничего нет. И, конечно, есть знаменитый труд, изданный Калифорнийским университетом, авторство Алина и Патрисии Стрэндж, который является таким перечислением подробным, того, что где и что можно на спитке сыграть, в каком месте и вот у кого это как, значит, представлено. Ну, на мой взгляд, это, в общем, к научной работе даже отношения, в принципе, не имеет, потому что это, ну, классификация и более того. Можно так, можно так. В конце концов, всегда есть легенда перед любым современным сочинением, предполагающим какие-то способы звукоизвлечения нестандартные. И, в общем, исполнитель в этом как раз, это не самая главная проблема, с чем сталкивается. И я еще раз подчеркиваю, что работа, в первую очередь, направлена на исполнителя, а не композитора, поэтому, в общем, странно представлять их композитором, но тем не менее. И главная проблема, с которой сталкивается исполнитель, когда он берет текст новый, это проблема психологического принятия того, что ему предоставили. В связи с этим он должен понимать вообще, с чем он сталкивается. И почему вообще вот такое вот случилось вдруг во второй половине 20 века, что вся музыка, которую, в общем, учат в консерватории, для исполнителей современной музыки, это вот только какой-то частный случай в смысле набора приемов. Ситуация такова, что, ну, это читается на всех курсах истории музыки по всей, по-моему, России уже, что главная, так сказать, точка внимания, главное направление внимания композитора второй половины 20 века – это тембр. Но что значит направление тембра? Это значит, что все, так сказать, основные, остальные средства музыки, они ему подчинены, это значит, что их нет. Они есть, но они просто, например, DPC, да, первым понял, что тембр зависит от фактуры. Тембр зависит от фактуры. Это действительно так, восприятие, так сказать, музыкальной ткани тембра, оно зависит от того, как там все это, сплетены эти линии. И фактура становится чуть ли не главным элементом музыки второй половины 20 века. Ну, тут тоже можно приводить микрополифония, там, пуантилизм и так далее. Эти все моменты, которые для второй половины 20 века очень важны. С другой стороны, тембр – это непосредственная физическая характеристика звука. То есть, что такое тембра? Это его тембра звука, это его, определяется его спектром. То, что скажет любой аркустик. В составе любого звука есть, соответственно, гармонические и негармонические. Да, гармонический спектр, негармонический спектр. Гармонический – это то, что мы все проходим. Все музыканты проходят там на первом курсе училища обертоновый звукоряд, соответственно, негармонический – это шумы. Вот, и отсюда следует следующий вывод, который имеет самое непосредственное отношение к исполнительству. Вот то, что внутри этого звука, любого акустического, присутствует шум, это значит, что все эти вот разграничения музыкальных и немузыкальных звуков, они, в принципе, изначально были достаточно искусственными. Они были актуальны на определенный момент времени. Отсюда, в общем, сначала волонтаристы, конечно, снесли все эти, можно сказать, вот эти ограничения Кейдж с Берио. У Берио есть знаменитое зречение, музыка есть все, что слушается с намерением слышать музыку. Ну, а Джон Кейдж, как известно, вообще даже вот этот ограничитель, который обозначает Берио, у него вообще не актуален. То есть все, что звучит, все, что молчит – это все музыка. Но то, что вот обратились к спектру звука, это дало такую, что ли, научную подстилку к всему этому, научное обоснование. И вот в этих ситуациях существует современный исполнитель, современный композитор. Отсюда появляется вот здесь вот, так сказать, новое. То, на что большинство исполнителей русских сейчас смотрят исключительно выпущенными глазами и не понимают, почему их на консерватории учили играть ровным, красивым звуком, а вдруг композитор просто там этот звук вообще чуть не касается струны, либо пережатым звуком играть. Почему? Вот ответ на это – почему. Значит, в самой работе несколько глав, посвященных, соответственно, различным аспектам современного исполнительства, непосредственно техники смычка, техники левой руки, ансамблю, так сказать, исполнительству, соотношению и взаимодействию скрипки и электроники, и не только скрипки, в общем, и ансамблю тоже, и, соответственно, посвященная глава коммуникации. Ну, что касается вот техники смычка, техники левой руки, тут я, конечно, поскольку сама работа маленькая, то, соответственно, я не занимаюсь вот этим перечислением, что вот всех этих… Я останавливался на каких-то моментах, которые мне казались вот, что они к данному моменту сформировались некую такую устойчивую уже систему. Ну, скажем, непосредственно с вышесказанным соотносится целая система положений смычка, да, техника положения смычка, сульб античелла, сультаста, ординарио, которые мы все знаем. Вот надо все-таки доставить инструменты, продемонстрировать. Вот и сультаста, и сульб античелла, понятно, известны уже очень давно. Ну, записал сульб античелла первую сольную литературу и погонения в оркестровой классический пример, да, это финал фантастической переливости. Ну, очевидно, играли и до этого, судя по тому, что, скажем, современные аутентисты, не стесняясь, играют, скажем, в пивальзе некоторые эпизоды сульб античелла. Мы просто не записывали. Точно так же и сультаста. Но чем принципиально вот отличается вот современная сульб античелла от того сульб античелла? Вот от сульб античелла, скажем, господина Берлиоза. Для Берлиозы это была прикольная краска. Не более того. Вот она прикольно звучала. Кстати, на мой взгляд, не очень прикольно в группе, но тем не менее. Потому что группа как-то съедает, в общем, этот эффект. А что для современного композитора, который акцентирован на тегде звука? Значит, вот здесь вот перемещение смычка техника, положение смычка. Вот когда мы играем одну и ту же ноту, для примера я продемонстрирую, скажем, мы её играем в сульб античелла, и мы играем её где-нибудь вот сильно на гриве. Но если слушаться, это две абсолютно разные ноты. Две темброво абсолютно разно окрашенные ноты. Вот что в пике, что называется внимание современного композитора. И исполнителю это надо понимать. Иначе он будет плавать, что называется. Он не поймёт смысл того, что в нотах написано. Ведь главное это не прочитать там, сульп античелла стрелочка ординарио, стрелочка сультаста скажет. А понять, какой вкладывает композитор смысл в эту, так сказать, логика в эту. Вот, поэтому когда техника перемещения смычка, мы двигаемся от сульп античелла постепенно, меняя тембр к сультаста, то мы наглядно меняем тембр ноты относительно той высоты, на которой мы находимся. И исполнителю это необходимо понимать. То же самое относится к технике давления смычка, которая тоже стала, тоже непосредственно вытекает вот все эти пережатия и так далее из вот этой вот идеи процессуальности темпа. То есть вот если, опять-таки, одна и та же нота, извлечённая ровным классическим звуком, с пережатием, либо вообще каким-то невесомым смычком, условно говоря. Опять-таки это три разных ноты. В некотором смысле это три разных звука абсолютно. И идея вот перетекания из одного состояния одного и того же звука в другое для композиторов архи важна для современных. И опять-таки исполнителю вот это тоже надо понимать, что если композитор может решить что-нибудь вот такое, то он имеет в виду именно вот это вот, что уши исполнителя, лучшие исполнители в первую очередь, они должны сконцентрироваться на темпу вот этого вот изменений, а не, так сказать, по проблематике того, что вот как же в консерватории меня научили, что надо играть красивым звуком. Ну, кстати, вот по поводу красоты звука. Мне очень понравилось, ну, москвичи, наверное, прекрасно знают, Эдит Уфил, да, фритистку. Замечательная фритистка, которая много уделяет внимание исполнению современной музыки. И вот она давала какой-то мастер-класс в одном из городов Сибири, честно говоря, не помню, может быть, в Перми. И вот, собственно, она тоже на мастер-классе обратила внимание именно на вот эту проблему психологического, что на самом деле вот ничего сложного сыграть с дедушатом, условно говоря, звуком нет. Единственная проблема, с которой сталкивается исполнитель, что иногда звук прервается, ну, из-за того, что он пережимает. Проблема-то вот как раз в том, что у исполнителей есть конкретная обстановка на конкретный красивый звук. Вот его признали. Но что такое красивый звук? Это общественный договор. Это вот мы сегодня договорились, что вот это красивое. А завтра договоримся, что другое. И как пример, вот уже, так сказать, почти прямая цитата, она приводит, значит, флитист с классическим европейским образованием, поехав в Тибет, встретился там с монахом, который тоже флитист, но свой, так сказать, этнический. И монах предложил ему, узнав что ли, коллеги предложил ему, значит, попробовать поиграть на этой флете, на своей, этнической. Ну и флитист взял эту флету и начал играть на ней. Как? Как вы учили в консерватории? Ровным звуком, со всеми делами, все, что было. Как надо. Что делает буддийский монах? Он отбирает у него флитку и говорит, господи, как ты некрасиво играешь. У тебя нет воздуха, у тебя нет, значит, вот ноты все ровные. В общем, короче говоря, все, что в представлении вот этого человека, да, с консерваторским европейским классическим образованием признавалось красивым, для монаха оказалось совершенно некрасивым. То есть это характерный пример того, что красота – это очень относительная вещь. И исполнителю это тоже надо понимать. Что не нужно ждать от композитора, что он будет придерживаться какой-то эстетики, которая соответствует конкретно ему. Более того, исполнитель должен быть гораздо более широких взглядов, в некотором смысле, чем композитор, потому что ему приходится играть с самой, иногда диаметральной противоположной вещью. Поэтому он должен уметь включиться и, как бы сказать, принять эту эстетику композитора. Ну и в частности, вот я разбираю уже как систему положение, положение и давление свечка на технике. В некотором смысле, всем известная классическая кейсла Германа, прэшн. Вот это такое, как бы сказать, квинтэссенция вот этой системы. Потому что он уже даже запись меня в связи с этим. Вот. Существует ли единство запись этих приемов? Вот проблему я как раз и знаю. Вот пережатый звук, он как записывается? По-разному. Это не главное. Ну я считаю, что это одна из важных. Это правда. Не главное, но проблем. Потому что, как бы так сказать, должен быть, мы знаем, что такое соль беморь. Он записывается одинаковым образом. Даже что такое соль четверть беморь. А вот, допустим, кто-то запишет пережатый звук вот такой. И кто-то просто ухаживает, что вот эти скобочки вот здесь всегда пережатые. Мне кажется, это большая проблема. Для этого всегда существует реальное произведение. И это как раз с веками, я уверен, утрясется. Ну вот я привожу пример из приезда Марка Андрея. Это как такой окончательный вариант той системы, как бы, записи давления и положения свечка. Он делает три строчки. В нижней звуковысотность. Над ней, соответственно, он пишет давление свечка, которое он выписывает буквами P от P обычного до P 5+. То есть от самого слабого до сильного. И рисует график изменения этого во времени, соответственно, в соответствии с написанным ниже ногами. А третья строчка это строчка положения свечка. Соответственно, он тоже выписывает графиком это передвижение свечка. Таким образом, это не просто было что авторское, что тоже исполнительно сталкивается с такими ногами. Как же так? У меня обычно одна строчка у скрипача... Это что? Пережим? Ярослав, Пережим вот здесь выписывается. Специальный список. Мне же не знать официальный пережим. Ну, видишь, здесь может быть диаграмма, здесь может быть степень. Здесь степень. В том-то и дело, для современного композитора переход. Переход это основной вообще момент. Континуальности. Появляется единица измерения пережима, да? Можно так сказать? Более того, это отдельный параметр. Почему вот эта строчка отдельно появляется? Но опять-таки проблема, как он фиксируется? Потому что для Марка Андрея звуковысотность ничуть не менее важна, чем режим свечка и чем давление свечка. Давление свечка и положение его. Это для него равнозначные параметры. Что давление, что положение, что звуковысотность. Ведь что мы видим в музыке, скажем, 20-го, первой половины? 19-го века. Это все вторичные моменты. Сульпантичелла, вибрато, вон вибрато и все прочие дела. Нет. В условиях современной музыки это абсолютно равнозначнее, если и не превосходящее в некоторых случаях уважности. Что касается техники левой руки, тоже отдельная глава посвящена. И опять-таки тут мои личные предпочтения. Потому что то, что опять-таки сформировала систему, это микротонность. То, что необходимо усвоить каждому исполнителю, это микротонность. И опять-таки в чем проблема, так сказать, освоения микротонности? Ну, кто-то скажет, что слуховая. Да, в некоторых случаях слуховая присутствует. Но если вот просто так задаться задачей услышать четверть тонну. Ну, что тут проблема, вот у нас есть полутон. Как в музыкальной школе учат, да? Первый, второй пальчик рядом. Чуть повыше первый поставил, вот тебе уже полутон. Уже четверть тонну. В общем, проблемы нет. Проблемы нет. Услышать. Опять-таки, проблема психологическая, проблема понимания. Вот в современном контексте, что значит этот четверть тонну. Так вот, в современных условиях, четверть тонны, вообще любая микротоновость. Ну, вот с чего все начиналось, я вспомню. Ну, это история давняя. Были там варианты темпераций в 16 веке еще, да? Ну, и так мы решили все-таки 12-тонность. Верхвестер, да? Да, ну там были несколько вариантов. Там итальянцы этим занимались. Даже были различные клавесины, настроенные там 16 дней. Но, в любом случае, вот потом, в 20 веке, да, мы все знаем, там Шнеградский, там, Ала-Исхаба. Ну, суть оставалась та же самая. Ведь, ну, разделишь ты звук на 12, на 16, на 24, ну, можно на 124 разделить в конце концов. Но это все равно оставалась суть точки. То есть, вот есть отрезок, и мы почему-то из этого отрезка непрерывно выделяем n-ное количество точек. Вот, в конкретном примере, рояль. В некотором смысле, это такой апогей этого отношения к звуку точечного. Дискретного, да? Дискретного. Есть понятие такое в математике? И в музыку тоже его привести дискретное. В некотором, в этом отношении, струнные инструменты, они всегда, в общем, были. Вообще, ну, никогда струнники не играли точно все эти 12 тонов. Всегда они там интенсионно что-то подтягивали, что-то занижали для выразительности. Но никогда композиторы на это вот такой фокус внимания не сосредоточили. Но со второй половины 20 века что мы имеем? Что звук перестал для них быть набором точек звуковысотных. И в смысле тембра, и в смысле самой звуковысотности. То есть вот эти точки, они оказались в некотором смысле гораздо менее значимыми, чем переход между этими точками. То есть соединение, то есть глиссандра. То есть глиссандра от точки до точки. И тут микротоновость приобрела свое просто колоссальное значение. И, ну, тут в работе приводится пример, конечно, классический из Мики Эсксенакиса. Там проблемы технических достаточно для исполнителя. В связи с тем, что можно там на двух сонах делать разнонаправленные глиссандры. Это, в общем, не самое простое. А кода там вообще требует достаточно такой хорошей школы. В смысле попадания, опять-таки, в нужные четверть тона. В общем, на предслышание. То есть там звуковая хорошая работа. Но самое главное, что исполнителю стоит понимать, как он берет этот текст, что тут совершенно иное отношение к звуковой собственности, нежели все, с чем он сталкивался до этого. Если он не сталкивался, так сказать, ни с чем похож до этого. Ну, надо сказать, что это дискретное отношение к звуков, это вообще такое наследие европейское. Потому что никогда никакой, опять-таки, в восточных практиках, та же индийская рага, если обратиться к системе вообще индийских холодов, то вот эти все шрути и так далее. Это паратоксально для европейцев звучит это направление. То есть вот эти вот ступени, это направление. Это не точная звуковысота с вами не фиксирована. Как у нас там даже есть вот эти, да, шкалы, ля-440 или там 440, 3 Герц там, ну и так далее. Очень красиво. Ну, извините, не буду что-то перебивать. Ну, кстати, интересно, потому что я не так много литературу, поэтому долго прочел, поэтому неинтересно. Вот, и, соответственно, техника микротоновая, она усложняется, и далее, ну, вот, например, есть еноты действующего ректора. Паренская консерватория, брюно-бунтовая нина. Вот он закрался. И, скажем, у него, для него никакого представления в его представлении совершенно нет проблем для исполнителя сыграть какие-нибудь просыпь 4-тоновых пассажей. Вот вторая. последняя строчка. Ну, соответственно. Опять-таки, для исполнения этих 4-тоновых пассажей требуется не только, так сказать, подготовка хорошая. И все, и все. Поглядно подушило. Все это тьмо. Да. Все наушные. Наверное. Звучит просто большая. Артур, прошу прощения. Что обозначает вот эта отемпа у нас, да? Да. Отемпа. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok